добрый день дорогие друзья сегодня я на своей кухне вот ну и нет возможности было поехать с утра на пасеку у нас тепло и вы знаете я подумал что для популяризации продаж наших нашей продукции основной да это мед конечно вот необходимо рассказывать людям о каких-то рецептах которые нам достались из прошлого мне вот частности этот рецепт через маму достался от бабушки вот изначально сразу скажу что это мед с тыквой тыкву я в детстве очень сильно не любил мне не нравился ее вкус но когда бабушка стала делать с медом я как-то мама спросил мам а помнишь она ли помню сереж ну ты вырасти тыкву и я тебе сделаю приготовлю эту тыкву с медом вот потом я знаете как-то заинтересовался заинтересовался этим и понял что людям то надо помочь потому что допустим тыква является очень гипоаллергенная их полезны как взрослым так и детям нет плода нет плодов в мире извините мире нет таких плодов как тыквы ведь это огромное количество витаминов и минералов кислот витамин а b c е к способствует регенерации восстановлению наших клеток выведению холестерина очищению желчных протоков витамин b отвечает за правильное функционирование органа нормализует синтез белков и углеводов отвечает за энергетический обмен и баланс в нашем организме очень важно что в тыкве содержится очень редкий витамин витамин t который помогает усваивать тяжелую пищу способствует образованию тромбоцидов не тромбов тромбоцидов вот улучшает свертываемость свертываемость крови мед ну мед ребят это 300 микроэлементов и я хочу сказать что допустим подсолнечниковый мед обладает который который не очень любят наши покупатели вернее они любят но почему-то стараются выбирать другими да так вот он обладает наибольшим количеством микроэлементов порядка 360 вот ну и суммарно мед с тыквой дает самое полезное это самое полезное средство для печени для желчного пузыря так как это мочегонная слегка ослабительная и желчегонная вот поэтому употребляя тыкву с медом ребят мы лечим с вами наши внутренние органы не какими-то химическими лекарствами и витаминами а именно натура натур продукта поэтому дальше долго говорить не буду приступлю приготовлению легкого десерта мед с тыквой этим десертом вы можете но что вы можете сделать мы посмотрим после того как все получится или не получится есть такой кусочек тыквы посмотрите да тыква выращенная на нашем огороде вот очень такая видно аппетитная и вы знаете знаете многие говорят ну кушать на камеру не прилично но я вам хочу показать вот этот кусочек тыквы откусываешь сырым без ничего да это не дыня но она сладкая понимаете ее можно есть даже не подвергая термической обработки у меня есть два ножа одним более тонким я сниму кожицу слегка а вторым более крупную так как масса твердая самой тыквы я нарежу на кусочки ну вот я очистил нашу тыкву получилась такая как бы ложка если тут так вырезать прикольно да вот почистил снаружи убрал шкурку вот ну и ложкой я вычистил конечно все убрал середину так как у меня косточек семечек не было ну у вас возможно они будут когда вы разрежете ее теперь наша задача порезать ее на средние среднего размера кусочки большим ножом я режу пополам моих кусочек и так как это будет десерт мы будем угощать наших гостей то мы сделаем еще два надреза примерно одинаковые что кусочки были более-менее одинаковые это больше для эстетики теперь все это порезал я на одинаковые приблизительно кусочки друзья у меня есть дома два вида меда один такой потек один такой жиденький это мед липовые и есть мед закристаллизовавшийся так вот я буду использовать закристаллизовавшийся мед для всех друзья не пчеловодов и то далеки от меда для потребителей нашего меда я хочу сказать что разогревать мед свыше 40 градусов а желательно до 38 градусов нельзя для того чтобы его распустить мед вообще распускается правильно на водяной бане вот ну можно поместить его в теплую комнату при этом он кристаллы свои распустит и станет опять жидким но поверьте мне ничего нету плохого в том что мед закристаллизовавшийся мед это стопроцентное подтверждение натурального меда потому что сахарный сироп переработаны пчелами сахарный сироп не переработаны пчелами никогда не закристаллизуется вот но так как я сейчас буду делать термическую обработку тыквы я мед пока не использую как я использую буду мед вы увидите вот значит сейчас моя задача поместить это в тарелочку и я буду нагревать вообще ручку лучше всего это делается конечно в русской печи когда тыква томится понимаете когда она становится такой медленно медленно обычно это делали наши бабушки на остывающей печи понимаете когда печь уже жар свой отпускает и вот именно на таком духу на таком слабом жару тыква от не теряет никаких микроэлементов я в городских условиях буду использовать микроволновую печь поэтому едем дальше что с вами тыкву потому что она уже наша с вами я помещаю вот в такую тарелочку глубокую посудинку и несу микроволновку ставим нашу тыкву микроволновую печь закрываем и ну и старт я выставляю ровно семь минут дело в том что о всем 23 ничего страшного если вдруг объем вашей тыквы будет больше или меньше вы на вкус попробуйте мягенькая она или нет так моя тыква находится в импровизированной печи я скажу два слова друзья в погоне за своим здоровьем перенес сначала мы убиваем свое здоровье алкоголем курением другими вредными привычками потом мы стараемся зрелом возрасте наверстать это и мы покупаем дорогостоящие лекарства которые не всегда могут нам в этом помочь при том у нас есть очень много народных средств которые ну реально помогают людям а ведь понимаете печень это тот орган в нашем организме которые чистит кровь потом эта кровь поступает к другим органам нашим и тем самым очищая печень помогая желчным очищая желчные протоки мы просто напросто с вами заботимся о всем нашем организме мед очень сильно повышает иммунитет сопротивляемость организма к заболеваниям он им он обладает накопительным эффектом понимаете то есть наш иммунитет начинает сопротивляться всем оливье простудным заболеванием да я даже думаю и к вид тоже отступит перед ним пускай не отступит прямо в смысле но хотя бы это сильно поможет в борьбе за наше здоровье со время современной заразой заразы 21 века но в это время пока мы с вами говорили моя тыква подходит завершению приготовления своего ну вот друзья после термической обработки тыква получается такая в ее трудно не забудьте обязательно взять в руки полотенца потому что очень очень горячая вот и мы здесь видим что у нас образ образовалась ведь пар идет немножко сторону отнесу образовалась вот жидкость мы видим да эта жидкость идет от тыквы и так как она еще очень горят горячая я пока не применяю медок даю возможность набраться этой жидкости немножко побольше вот поэтому сделаю небольшую паузу для того чтобы сказать вам сказать вам и повторить что при высокой температуре ни в коем случае вот нельзя мед многие любят мед с горячим чаем ни в коем случае мед нужно опускать в чай если вы любите вкус такого чая его необходимо опускать в чай порядка ну пускай даже 50 градусов но ни в коем случае не горячей 60 градусов почему потому что элементы которые находятся в микроэлементы которые находятся не все сейчас не помню и врать не хочу ну вот чтобы вас не обмануть они могут при высокой температуре стать канцерогенами и при накоплении в организме они могут вызвать нехорошие процессы вот поэтому я даю немножко тыкве немножко остыть но для того чтобы вот этот сок оставался еще тепленьким теперь когда посмотрите какой у меня мед он уже так покрывается такими кристаллами когда только у меня немножко остыла я сюда между тыквой в этот сок теплый теплый сок добавляю такой уже густоватый медок я добавлю две ложки лодки ложки которыми я чистил тыкву внутренности тыква и я буду постепенно с этим соком перемешивать вот теперь когда в теплой в этом в теплом соке мед у меня распустился вот я вот так делаю поливаю ну каждый кусочек можно просто перемешивать все это получить запах ребята вот вы очень жалко что камера не может передать запах но сейчас самое главное чтобы как можно больше вот этот жидкий медок у нас уже до пропитал каждый кусочек каждый кусочек чтобы попал медок на каждый кусочек нашей тыквочки в принципе в принципе этот десерт уже готов вот единственное что подавая его к столу когда придут к вам гости необходимо все это красиво посыпать сахарной пудрой есть специальные шпажки такие которыми можно будет аккуратно брать из красивой тарелочки ну и потреблять вкусную и полезную тыкву ребята это очень вкусно и полезно друзья подписывайтесь на канал пчеловодов так как канал для пчеловодов я попрошу как можно больше размножить дать возможность людям посмотреть принять для себя правильное решение вот ну и всем всем здоровья мира и добра